Для трех тысяч первокурсников Национального университета Одесская юридическая академия начался новый учебный год. В связи с пандемией коронавируса в этом году праздничная линейка прошла в укороченном формате. Среди присутствующих были только родители студентов. Но атмосфера праздника была сохранена. Подробности в сюжете моих коллег. Теперь уже официально. В Национальном университете Одесская юридическая академия начался новый учебный год. В торжественном мероприятии при уроченном посвящении студенты приняли участие около трех тысяч первокурсников. Это на 300 человек больше, чем в прошлом году. Для Одесской юрокадемии это уже традиционно. С каждым годом вуз бьет свои предыдущие рекорды по набору. Президент академии Сергей Кивалов заверил новоиспеченных студентов, что они сделали правильный выбор. Чтобы в каждой семье был мир, любовь, благополучие, здоровье. И пусть нас всех хранит Господь. С праздником вас, дорогие друзья! Первокурсники, в свою очередь, обратились со словами благодарности, а президент вуза торжественно вручил молодым людям студенческий билет. Прошлый учебный год выдался непростым из-за эпидемиологической ситуации, но университет справился. В этом году набор первокурсников на 20% больше, чем в прошлом году. Казалось бы, коронавирус, есть определенные проблемы и возникали они. Но видите, дети, выпускники школ, родители этих выпускников, они доверяют Одесской правовой школе. И сегодня вот мы почти взяли тот рекордный набор, который у нас был там 15 лет назад. И очень важно, что выпускники школ, молодые люди не едут за границу учиться. Вы знаете, нас это, честно говоря, очень радует, что они остаются здесь и получают хорошее образование. Сотрудники и выпускники достойно представляют Одесскую школу права и родной вуз в Верховном суде, Конституционном суде, Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, Государственном бюро расследований, Национальной ассоциации адвокатов Украины, а также других судебных правоохранительных органах, органах юстиции. Поздравил будущих коллег глава 5-го апелляционного суда Александр Джабурия. Сотрудничество с Академией, конечно, в лице ее руководителя Сергея Васильевича Киалова, как я уже сказал, достаточно давно у нас. История так сложилась, что фактически все строится на персоналиях. Персоналия Сергея Васильевича – это глыба юриспруденции, его уважают жители нашего города, его уважает Украина, он почетный гражданин города Одессы. Этим сказано многое. Конечно, лучшего лидера юриспруденции, наверное, найти сложно, я имею в виду в масштабах преподавания. Выбор первокурсников полностью осознанный. Он формировался не один год. Выпускники школы узнавали про университет из рекомендаций друзей или СМИ. Приезжали на Дни открытых дверей, и вот их мечта сбылась. Приезжала на Дни открытых дверей, дослеживала достаточно много. Мне тут очень понравилось, что тут есть студентская рада, студентский правком, это, что я люблю. Потому что я тоже была в школе активной, президентом школы, завжди ведущую, выступала скрозь. Более 90% студентов приехали в Одессу из других городов – Ивано-Франковска, Тернополя, Харькова и даже из Киева, чтобы получать высшее образование именно в Национальном университете Одесская юридическая академия. Дело в том, что Национальный университет Одесская юридическая академия готует квалифицированных профессионалов в своей справе, справедливых адвокатах, юристах, иногда даже дипломатах в международной, государственной и святовой сфере. И именно поэтому я понял, что амбиций, которые тут можно реализовать, и знания, которые тут можно отримать, дают мощный поштовх для навчания и дальнейшего развития. Национальный университет Одесская юридическая академия является лучшим в нашей стране и в нашем регионе действительно. Сегодня я выбрала для себя международно-правовые отношения, факультет права. Я хочу развиваться в этой отрасли. Мне кажется, что за юристами будущее нашей страны. Я считаю, что Национальная юридическая академия – это один из лучших вузов вообще в принципе в нашей стране, который дает очень хорошую базу знаний и огромную практику. Почему журналистика? Мне очень интересна эта профессия, так как это очень творческая и активная сфера жизни. В ходе торжественного мероприятия талантливые студенты продемонстрировали свои вокальные таланты, а преподаватели, в свою очередь, исполнили университетский гимн. И мы тебя не подведем, спецы мы высший класс. В житейском море вечный бриз и не штормо в судьбе. Юрист и в Африке юрист, благодаря тебе. Виват Академия, виват профессорес. Одесская юрокадемия осуществляет подготовку специалистов не только в области права, но также и политологии, социологии, журналистики, филологии, а также в сфере IT-технологий. В Одесской юридической академии находятся самые лучшие условия для изучения науки. Как по мне, здесь находятся самые лучшие условия, которые возможны вообще. Преподаватели достаточно интересно все объясняют и достаточно подробно. Если что-то не понимаешь, то можно всегда спросить в любое время. В Национальном университете Одесская юридическая академия есть все условия не только для творческих студентов, но и для спортсменов. На торжественной линейке им отведена почетная роль – поднятие государственного флага страны, города и университета. Университет от других очень сильно отличается. У нас проводится множество крутых соревнований, много крутых тренировок и созданы очень классные условия для развития в спорте, да и в любом творчестве. У нас есть и залы борьбы, есть много классных площадок на улице, есть футбольные поля, есть тренажерки. Первый звонок дал знать студентам, что начался новый этап в их жизни, что они теперь не школьники. Настало время для решения новых задач и реализации идей. Постоянное усовершенствование материально-технической базы университета является неотъемлемой частью Одесской юридической академии. И студенты-первокурсники в этом убедятся.